Отношения с *** от офицеров Мы никому не нужны Подготовки ровным счетом ноль Мы жрем то, что сами себе покупаем Мы потратили ох**ное количество бабок Чтобы просто поесть А кто еще из политиков Отправил своих детей? Может Песков? Нет Медведев? Нет Патрушев? Нет Может служит хоть один зять Путина тоже нет Друзья, всем привет Ну что, на России назревают Голодные бунты Голодные бунты мобиков И просто очень интересно, что там будет дальше Потому что они наконец-то осознали Что их кидают как *** без ничего И они уже говорят, что зачем нужна такая власть В общем, сейчас об этом расскажу подробно Вы подпишитесь на канал А если подписаны, поставьте лайк Не забудьте, пожалуйста Чтобы видео видело больше людей Итак, начинаем Но перед этим хочу сказать, что мы на 14 октября В Гончаренко-центрах Собираем подарки для наших защитников и защитниц В День защитников и защитниц Украины И вы тоже можете к этому присоединиться Для этого приносите, пожалуйста, теплые вещи Продукты питания длительного хранения Предметы гигиены, сладости А главное, там, книги А главное, письма Детские рисунки, открытки, слова поддержки для наших воинов Это очень-очень им важно Итак, пока мы поддерживаем своих воинов Они бросили своих мобиков Их мобики вообще никому не нужны И, соответственно, результаты Уже эти мобики бунтуют И выяснилось, что их вообще ничем не обеспечивают Берцы, бронежилеты, все покупают за свой счет А такого волонтерского движения, как в Украине, там нет и близко И вторая армия в мире ничем их не обеспечила Более того, их не обеспечивают даже подготовкой Украинские защитники, мобилизованные, в том числе Тренируются даже в Британии Несколько недель, да, не месяца, но недели На тренировок у лучших инструкторов Только после этого они идут в бой Здесь все идет совершенно по-другому Им просто вручают повестку Дальше помаршировали по плацу И вперед умирать Ну или, может быть, их учат просто делать жесты доброй воли Вот такими стройными рядами маршировать С позиции уходить Как они это рассказывают, что они перегруппироваются все время Куда-то отступая Ну и сами об этом заговорили мобики Что происходит И почему такое отношение И где дети Путина, Шойгу и прочих Получается, что умирать должны только мы Ну, соответственно, у них и реакция на происходящее В общем, я хочу, чтобы вы посмотрели на то, как это происходит Стабилизация Привезли в учебки И народ тупо учит маршировать Ни автоматов, ничего не одели Ни обули Но Там половина с похмелья Они вообще старые И они в зоне риска И тут скорая должна дежурить Подготовки перед отправкой В зону боевых действий не будет Официальные командиры полка Подтвердили эту информацию Мы жили шесть дней В окопах, которые сами вырыли Палатки нам *** не дают Жили в землянках Но есть и предатели Есть и внедренные Есть и паникеры Р*** перед строем Как делали наши деды и прадеды Во время Великой Отечественной войны А кто еще из политиков Отправил своих детей? Может Песков? Нет Медведев? Нет Патрушев? Нет Может служит хоть один зять? Путина? Тоже нет Ну и начинается уже реакция От самих мобиков 13 в Херсоне Это так только официально признанных Сбежали Взяли автоматы, патроны И побежали В Крым, бог его знает куда Их уже объявили в розыск Ну представьте себе настроение Ну и это не все Тут более серьезное Назревает движение Ведь мобилизованные Говорят Что у них даже еды нет То есть Что их даже не кормят нормально Спят где-то на земле На полу Еды нет Дошло до того Что их родные Находят их И привозят И передают им еду Через забор Там тыкают Как зверям В клетке В зоопарке Ну это просто Какой-то ужас Ну и конечно Такого Знаете Тысяча людей Автоматы им уже выдали Кстати многие говорят Что автоматы нигде не записаны Ничем не учтены Автоматы есть Еды нет Будущее Очень просто Либо в плен попасть Либо раненый Либо убит Так может ну его Идти в Украину Тут до Москвы То намного ближе И автомат под рукой Посмотрите Отношение с ку** От офицеров Мы никому не нужны Подготовки ровным счетом ноль Мы жрем то Что сами себе покупаем Мы потратили Охи**ное количество бабок Чтобы просто поесть И домой Везите домой Ну что ага Ты не украй Торять Торять В общем ситуация для Путина Совсем не смешная Представьте Десятки тысяч Обозленных людей С оружием в руках А кадровая российская армия Разгромлена То есть тут защищать Путина некому Росгвардия частично тоже А частично его ненавидит Ну хорошее Уже веселое начало Правда Далее Когда он там Еще они пытаются Перекинуть друг на друга Кто виноват И они все это валят На Шойгу Что всем виноват Шойгу Я об этом записал Отдельное видео Посмотрите его Но пока они Не деля теплое место Шойгу Тут могут прийти за ними За всеми Вот эти мобилизованные И фактически силовой ресурс У Путина остается Полиция Но те ребята такие Сражаться ни за кого Они точно не будут Одно дело Митингующих Безоружных Лупасить Желательно женщин А совсем другое дело Выйти против мобилизованных Скалашниковыми Пусть даже чуть ржавыми Вот Ну и остается Вот этот силовой дуэт Чефир вдвоем Кадыров и Пригожин Но эти же ребята Такие Что они очень много Попросят за свою помощь И поддержку И вообще По-моему Это все уже будет похоже На гражданскую войну Друзья Держим строй И следим за развитием событий Не забудьте поставить лайк И не забудьте поддержать Наших защитников